МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Миссия выполнима» Эксперты проекта, которые готовы кардинально преобразить облик и даже дух каждой, кто хочет изменений в жизни. В студии Зульфия Семюлина, здравствуйте. В ее семье живут три дочки с очень необычными именами. И она считает, что чем больше детей, тем больше любви. И уходит усталость. Знакомьтесь, героиня сегодняшней программы «Миссия выполнима» Анжелика Коновалова. Анжелика Коновалова – мама трех дочек – Арины, Агаты и Артемиды. К воспитанию детей подходит творчески, с удовольствием и позитивом. Ей хочется быть для своей дочерей и мамой, и подружкой, а для мужа – любимой женщиной и женой. Анжелика, расскажи немного о себе. Мне очень нравится читать книги, заниматься спортом. Мы очень любим нашей семьей путешествовать, ездить на озера, реки с палатками. Увидела, что у твоих дочерей очень красивые имена и все на А. С чем был связан вот такой вот выбор? Он необычный на самом-то деле. Согласна с этим или нет? Я думаю, что каждый родитель выбирает для своего ребенка, как он считает, самое красивое имя. И оно все равно для нас будет самое красивое. Потом, я когда была беременная, мы ждали второго ребенка, подсказала на Марину. Говорит, если у нас вся семья на А, давайте, говорит, тоже этого ребенка на А назовем. Итак, у нас Агата появилась. Мы все вместе детей называем. То есть первого ребенка мы и сможем. Второго ребенка, Агату, мы уже втроем все вместе называли. А третьего ребенка, Артемиду. Агате было тогда год и восемь. Я назвала ей три варианта. И она подумала, подумала. Она очень умная, рассудительная и серьезная девочка. Она подумала и выбрала один вариант. А есть еще в планах детей? Как-то возможно, но сначала мы больше хотим дом. Большой дом, а потом уже, возможно, детей. Много внуков хочется уже. А есть ли вдруг захочется мальчика? Мне, кстати, мужу многие говорили. Когда у нас еще и третья дочь родилась, многие говорили. Опять осечка. Как они говорили, как ты так? Он никогда не разделял вот этих вот взглядов, что обязательно, обязательно мальчика. Он говорит, вы как хотите. Вот вы еще неизвестно, где будете на пенсии, что будет. А я, говорит, всегда буду накормлен, одет и чистый. 8 марта он пришел и купил 4 букета цветов. Делает, чтобы сам в детстве девочки почувствовали, что они девочки. Что они красивые, им нужно дарить цветы. Да, это в девочках женственность. Ты устаешь от многодетства, от материнства, от обязанностей? Я устаю, но я устаю больше физически, наверное. Морально нет, морально я не устаю. Почему? Многие устают. А мне кажется, устает тот, кто до конца не осознали. Они не осознали и не поняли радость материнства. Чего ты ждешь от нашей программы, наших экспертов? Поняла сейчас, что почему я всех одеваю, советую что-то. А сама так и хожу в кроссовках, потому что удобно. Я хожу в кроссовках, в кроссовках, и с повелением тресивого ребенка. Как-то у меня какая-то женственность. Проснулась? Да, проснулась. Потому что я все время, папа хотел мальчика, я всегда как мальчик была. Футбол, хоккей, я в машинах разбираюсь, могу сама машину отремонтировать. Ну, еще раньше, когда были карбюраторные машины, вообще проблем нет. Все, что угодно, ну, кроме двигателя, наверное. Я вот с повелением третьего ребенка, у меня, не знаю, мне кажется, озарение. Я девочка, я хочу платье. Как-то вот так вот. Скажи, пожалуйста, вот входит ли в твое понимание преображения внутренние изменения? Когда в семье счастливая, довольная, понимающая мама, умеющая находить баланс между желаниями, запросами всех членов семьи. И в то же время, очень важно, необходимо свои эмоции контролировать. А если мама счастливая и довольная, счастлива вся в семье. Прекрасно. Вот сейчас у тебя есть уникальная возможность познакомиться с одним из наших экспертов по внутреннему преображению. Готова? Да. Пойдем? Анжелика, героиня сегодняшней передачи. Очень ответственный человек, мама троих детей. В условиях современной жизни она испытывает ряд напряжений, которые не применули отразиться на ее теле. В внутреннее преображение Анжелики мы начали с массажа. Разогрели сначала кожу, начали разминать и растирать основные группы мышц по основным массажным линиям. Много внимания уделили постановству между лопаток и троцепевидным мышцам плечевого пояса. Раскрыли лопатки и прошлись по точкам меридиана в этой зоне. Массаж очень важный инструмент преображения человека, так как он оказывает благотворное влияние на тело и ум, расслабляя их, делая женщин женственнее, а мужчину более деятельным и активным. Меня зовут Лаврентьев Алексей и технология компании ТЭФИ Трихано Ирина. Присаживайтесь, мы вам будем сегодня делать новый образ. Окрашивание я выполняю в технике растяжки цвета. Основной акцент направлен на удаление желтизны на концах и сохранение натурального цвета при корневой зоне. Такое окрашивание не будет требовать частых походов в салон красоты и будет радовать нашу героиню еще долго. Моя часть закончена. Алексей, передаю вам нашу героиню. Творите дальше. Будем творить. Основной акцент стрижки буду делать на сухие волосы. Предварительно я их простригаю, создавая форму на влажный волос. Челку простригаем в стиле хвостика ласточки для того, чтобы было удлинение к затылку. И сохраняем густоту на линии среза. В прикорневой зоне для укладки я создаю эффект прикорневого гофре с помощью тупировки волос в прикорневой зоне. Это создаст максимальный объем для того, чтобы клиент до следующего мытья головы сохранял объем в прикорневой зоне. Итак, образ нашей героини готов. Я передаю его визажисту Кириллу Гору. Наши героини сделали вечерний макияж в достаточно тонких тонах. Использовали оттенки естественные, старались черные, коричневые для того, чтобы это было все-таки видно. Помады использовали естественных оттенков, но достаточно яркую, для того, чтобы в целом почкнуть область полностью. Фантастика! Похожа на принцессу. Я похожа на принцессу из Калстана, да. Пакт, да? Я и я стараюсь. Вы просто хлопаете так все, и я. Итак, мы для вас приготовили подарки. Это комплекс ухода за вашим волосом, шампунь и бальзам. И также куча пробников на все случаи жизни, которые можете, в принципе, протестировать. Вчера была очень необыкновенная легкость. Такое ощущение, что у меня крылья выросли из них. Это после массажа, да? И после массажа Андрей волшебник. У меня вот сразу фраза, отчего люди не летают так, как птицы. Ой, классно. Так бы разбежалась, раскинула руки и полетела. Прям почувствовала такую легкость, да? Да, это легкость в теле. Полностью в теле. Я очень рада. А сегодня что скажешь? Вот у тебя уже другой цвет, макияж на тебя профессиональный. Я очень-очень боялась, что у меня короткая стрижка или темный цвет какой-то очень-очень боялась. Но потом, в итоге, когда я увидела себя, такая сказочная принцесса. Понравилось? Это очень новый образ, мне понравился. Мы с тобой сейчас идем в магазин «Березка.Стор». Нас ждет стилист Елена Большакова, которая возьмет на себя ответственную часть программы «Миссия выполнима» уже окончательного преображения. Готова? Да, очень ждала. Пойдем. Анжели, хочу познакомить тебя со стилистом нашего проекта Еленой Большаковой. Доброго дня. Елена, здравствуйте. Анжелика, которая, кстати, практически, наверное, ваш коллега, потому что она помогает подобрать одежду своим друзьям, подругам, домочадцам. Но, как всегда, сапожник без сапог. Очень хочется ей посмотреть на себя со стороны и подобрать свой собственный стиль. Именно вот благодаря вам. Я надеюсь, что это удастся, поможете. То есть нам нужен стиль женственный, тот, который бы нравился вашим клиентам, да, так, чтобы вы сто процентов сразу завоевывали их уважение и внимание и желание купить вас. Наверное, такое. Да? Попробуем. И у Анжелики еще желание такое, что, возможно, это ее хобби вырастет в профессию. Да, мы сделаем так, чтобы вы, безусловно, большому количеству женщин нравились. И даже ваша аватарка, где там у вас в социальных сетях, чтобы она сразу привлекала ваших потенциальных клиентов, чтобы они хотели быть такой же, как и вы. Первый образ для Анжелики, же нерадостный, веселый, ровно такой же, как и характер у моей героини. То, что мне больше всего в этом образе нравится, это такое немножко бесформенное пальто, которое позволяет эту вещь носить с очень многими вещами. И с брючками, и с короткими шортами, если Анжелика решит, а насколько я знаю, она решится на такой вот стильный, неординарный образ. И по звучанию образа. С одной стороны, элегантность, да, в некоторых в нем присутствует, а с другой стороны, он такой немножко casual, даже чуть-чуть расслабленный. То есть и шикарная женщина, и стильная, и расслабленная. Все сразу. Редактор субтитров А.Семкин Стильный образ в сезонном цвете гринери. Все оттенки зеленого мы постарались собрать в этом образе. У нас мятно-зеленые кроссовки, у нас нежные оттенки бирюзового присутствуют, у нас оттеночки зеленого. И все они очень красиво между собой перекликаются. Еще обратите внимание на вот эту игру текстур. Чуть-чуть восточный принт, раскосые немножко глаза, и визажист очень стильный, очень грамотный их почерпнул. И теперь у нас и этот рисунок, и эти глаза кажутся просто совершенными по форме, взаимно друг друга подчеркивают. Еще один волшебный образ для Анжелики. Это какой-то образ для особенных случаев, когда вы идете на какое-нибудь светское мероприятие, вы хотите, чтобы вас запомнили, тогда он точно сработает. То есть я уверена 100%, что никого одетого так, как вы, вы не встретите. Так нежно, так стильно, так романтично, так немножко сладенько, так винтажно. Я, конечно, хотела платье, но я не думала, что до такой степени я могу быть принцессой. А твое участие в программе не зря? Конечно, нет. Это один из самых ярких моментов, наверное, будет у меня за этот год. Сама от себя не ожидала, что ты можешь быть такая, говоря другим словами, да? Да, не ожидала, что я могу, да. Ты стала какой-то такой вот легкой, женственной, такой порхающей. Благодаря нашему стилисту Елене Большаковой, магазину «Березка Стор» приносим благодарность. Поэтому сейчас идем к семье. Мама у меня очень позитивный и лучезарный человек. Нужно ли было ей преображение? Думаю, нет, ей не нужно было преображение, так как она и сама умеет одеваться. Я не думаю, что вы ее сильно преобразили. Ну, то есть какой-то изюминки вы ей добавили, но в целом она осталась такой же. Скорее всего, что-то новое узнать для себя и даже для нас. Вот может быть. Не изменения, а… Ну да, что-то новое просто. Замечательное, доброе, отзывчивое. Ну, каких больше нет. Я же говорила, что, впрочем, ничего не изменилось, только есть теперь изюминка. Какая изюминка? Нежность. Походи за меня замуж. Вот такой выдалась работа экспертов проекта «Миссия выполнима» с Анжеликой Коноваловой. А если вы желаете позитивных изменений и хотите принять участие в телепроекте, то заполняйте анкету на официальном сайте канала ННТВ либо в официальной группе телепроектов ВКонтакте и, возможно, в следующей программе почетное место героини займете именно вы. Изменить прошлое можно сегодня, и завтра оно уже станет другим. Не бойтесь меняться. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова